Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами пятнадцатая серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы рассказывали о стремительном завоевании татаро-монголами Сирии и Палестины и их приближению вплотную к границам Египта. Мы говорили, что Египтом в это время правили мамлюки. И чтобы лучше понять историю мамлюков, мы вернулись немного назад к государству Аюбидов, которое непосредственно предшествовало мамлюкскому султанату. В нашем рассказе мы дошли до Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Аля-Юби, который на самом деле заслуживал своего прозвища «праведный правитель». Мы говорили о том, как Наджмуддин Аля-Юби сформировал свою армию, как он осознал, что воины, которых нанимают за плату, которые стремятся к мирскому, ищут выгоду, преследуют свои интересы, никогда не будут стойкими на поле боя. Тогда он решил создать полностью исламскую армию, выкупая рабов детей и подростков и приводя их в Египет. Этих рабов, мамлюков, продавали на рынках работорговли далеко у границ исламского мира, отделявших его от окружавших языческих народов. Он привёл большое количество этих малолетних невольников в Египет и занялся их воспитанием. Сейчас мы хотим поведать вам о методике, согласно которой Наджмуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, воспитывал этих мамлюков. Во-первых, он постоянно находился среди них. Великий предводитель Наджмуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, никогда не отгораживался от своего народа. Напротив, он поддерживал с ними очень близкую связь. Многие люди могли беспрепятственно прийти и увидеться с султаном. Султан даже сам мог прийти и посидеть с маленькими мамлюками, со своими воспитанниками. Так он, да помилует его Аллах, приступил к их систематическому и упорядоченному воспитанию, согласно чётко составленному расписанию, известному всем учителям и воспитателям. Первое, с чего началось их обучение, это арабский язык. Вы знаете, что эти мамлюки были разного происхождения. Они были родом из Турции, Армении, Европы и прочих мест, где не говорили на арабском языке. Поэтому первым делом он обучал их арабскому языку. А для чего он обучал их арабскому языку? Для того, чтобы в дальнейшем познакомить их со священным Кораном, при чистой сунной и с книгами исламского права. Таким образом, первый этап воспитания ребёнка мамлюка в это время заключался в полноценном исламском образовании. Арабский язык, Коран, фикх, основы шариата, этика, общие исламские принципы. Строгое соблюдение всех предписаний ислама, первым из которых является пятикратная молитва. Он сам лично контролировал это, да помилует его Аллах. Он взрастил поколение, которое очень любило изучение знаний и уважало учёных. Учёный, воспитывавший их, занимал большое место в сердцах мамлюков. И это нам объясняет подчинение мамлюков в течение всего периода существования мамлюкского султаната. А это, между прочим, около трёхсот лет их повиновения словам учёных. Даже если порой позиция учёных могла пошатнуть государственный строй или заручиться поддержкой народа, они никогда не арестовывали учёного и не сажали его в тюрьму, как это было распространено до этого в Сирии и в Королевстве Хорезм, которые пали под натиском татаро-монголов, как уже было рассказано. Это объясняет безусловное повиновение мамлюков учёным, каким бы высокопоставленным не был этот мамлюк, который порой мог быть главой всего исламского государства. Второе из того, что нам объясняет такое трепетное отношение к знаниям, это большое количество учёных в мамлюкском султанате. В течение трёх столетий существования этого государства, процветала деятельность мусульманских учёных. К примеру, мы находим, что в это время жили такие учёные-теологи, как Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, о котором мы ещё расскажем по воле Аллаха. Такие, как Имам ан-Навави, ибн Аль-Асир, ибн Тахрибарди, ибн Джамаа, ибн Куддама, ибн Хаджар, ибн Кассир, аль-Макризи, ибн Таймия. Огромное количество известных мусульманских учёных-богословов были современниками мамлюкского султаната, благодаря признанию им значимости учёных. Итак, первым этапом развития детей в мамлюкском султанате под руководством Аль-Малиха Ассалиха Нажмуддина Аль-Айюби ближе к концу правления мамлюкской династии заключалось в укоренении осознания ценности знаний и религии в их сердцах. Затем, когда мальчик взрослел, становился совершеннолетним юношей, его начинали обучать военному делу, верховой езде, мастерству фехтования и кавалерийским манёврам. Мальчик-мамлюк с самого детства воспитывался стать способным кавалеристом, искусно владеющим мечом и тактикой ведения боя. Далее, в более зрелом возрасте, его начинали обучать лидерству, управлению, командованию войсками и планированию стратегий. Настоящая исламская военная академия высшего порядка, которая выпускает поколение мамлюков, знающих о важности джихада на пути Аллаха, стремящихся попасть в рай, искусно и ловко сражающихся на высоком уровне, планирующим на высоком уровне, руководящих на высоком уровне. По-настоящему универсальная и мощная армия, подобных которой, наверное, в мире существовало лишь несколько. И эта картина повторялась в каждый период определенной силы на протяжении нашей великой истории, начиная с жизни нашего любимого посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха, и заканчивая каждым лидером и новатором, изменившим ход истории в этой великой умме общения исламы. Итак, мы перенесёмся на несколько лет вперёд, в 647-й год по хиджри. Мы сказали, что Аль-Малик Ас-Салих Наджмунддин Аля-Юби пришёл к власти в Египте в 637 году по хиджри. И спустя ровно 10 лет правления и воспитания мамлюков подобной прекрасной, развитой методикой, он сформировал из них группу, которую в дальнейшем называли мамлюки-бахриты. Почему они были названы бахритами? Потому что для них была построена крепость рядом с его дворцом в местности Рода в Египте. Крепость называла бахритской, морской, потому что находилась на побережье Нилы, а Нил в это время называли словом бахр, большая река, море. Таким образом, мамлюки, жившие во время Аль-Малику Ас-Салиха, да помилует его Аллах, были известны как мамлюки-бахриты, морские мамлюки. Также их называли мамлюки-ассалихиты по прозвищу Наджмунддина Аля-Юби Аль-Малик Ас-Салих. В 647-м году по хиджри мамлюков-бахритов ожидало реально тяжёлое испытание. Король Людовик IX, о котором, если вы помните, мы уже говорили в предыдущих Сириях, тот самый, который хотел создать союз с татаро-монголами в войне против исламского мира. Этот король Франции, Людовик IX, готовился к очередному седьмому крестовому походу. Он разбил свой лагерь на Кипре и отправил огромное количество французских воинов-крестоносцев в порт Думьят. Порт Думьят был самым важным портом на всём восточном побережье Средиземного моря, включая Палестину, Сирию и остальные прибрежные страны. Этот порт на то время контролировал торговое и военное передвижение в регионе. Поэтому Людовик IX сконцентрировал на нём всё своё внимание и отправил туда огромное количество воинов. И, к большому сожалению, из Каира пришли вести о тяжёлом заболевании Аль-Малика Ас-Салиха Наджбуддина Аля-Юби. Новости, об этом доходившие до Думьяте, превращались даже в слухи о его смерти. Когда эти слухи дошли до Думьяте, мусульманские пограничные впали в некое отчаяние, фрустрацию из-за смерти, точнее из-за слухов о смерти Наджбуддина Аля-Юби. И потому, субханаллах, войска от ворот города отступились. В Думьят вошли воины-крестоносцы, и славный город был уже фактически захвачен в 647 году по хиджре. И было ясно, что король Людовик IX после этого вознамерится пойти на Каир, чтобы завоевать весь Египет. Что же делал Наджбуддин Аля-Юби, находясь в Каире, в ожидании этой армии? Он утверждал, что эта армия наверняка будет передвигаться по руслу реки Нил, пока не доберется до Каира. Эта огромная армия воинов с подготовленными кораблями наверняка сплавится по Нилу, по его восточному рукаву, пока не доберется до Каира и не завоюет его наилегчайшим из возможных способов. Что делать Аль-Малику Ас-Салиху Аля-Юби? Если он будет ожидать армию крестоносцев в Каире, это может обернуться большой бедой. Потому как завоевание Каира будет означать падение всего Египта. Что же он предпринял? Он со своей армией приготовился встречать армию крестоносцев в городе Аль-Мансура. Город Аль-Мансура находится на реке Нил, на полпути между Дюмьятом и Каиром. Аль-Малик Ас-Салих, Наджбуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, довольно точно рассчитал, что армия крестоносцев непременно пойдет через этот город. Поэтому он начал готовиться к встрече с крестоносцами в решающей битве при Аль-Мансуре. Происходило это в конце 647-го года по Хиджре. Наджбуддин Аля-Юби, несмотря на ухудшившееся состояние по причине сильной болезни, приказал привезти его в Аль-Мансуру, чтобы лично руководить ходом этого сражения. И вот Аль-Малик Ас-Салих, Наджбуддин Аля-Юби прибыл в Аль-Мансуру. Он отдавал команду о расположении войску и, субханаллах, ещё до прибытия армии крестоносцев, занимаясь организацией обороны, в ночь середины месяца Ша'бан в 647-м году по Хиджре, Аль-Малик Ас-Салих, Наджбуддин Аля-Юби, да помилует его Аллах, скончался. Находясь на поле боя, страдая от сильной болезни, он проявил стойкое терпение, вплоть до своего последнего вздоха, да помилует его Аллах. Ибн Тагребарди в своей хронике «Блестящие звёзды владыки Египта и Каира» говорит, если бы у праведного султана Наджбуддина Аля-Юби не было других заслуг, кроме его стойкости в противостоянии врагам при Аль-Мансуре, будучи в тяжёлом больном состоянии, кроме его смерти на пути джихада и защиты мусульман, то и это было бы для него вполне достаточно. Затем он добавил, каким же он был терпеливым и высокоблагородным человеком, да помилует его Аллах. Наджбуддин Аля-Юби умер, но войска крестоносцев уже у порога. Это настоящая катастрофа, дорогие братья и сёстры. Что сейчас могут сделать мусульмане, когда они потеряли главу государства в таких тяжёлых обстоятельствах? Субханаллах. В этот час за руководство делами государства взялась жена Аль-Малику Ассалиха Наджбуддина Аля-Юби. Женой Наджбуддина Аля-Юби была Шаджар Ад-Дур, достаточно известная женщина в истории. Шаджар Ад-Дур была довольно своенравной женщиной. Женщиной очень умной, сильной и обладающей исключительными управленческими навыками. Она владела знанием политики, пониманием скрытой силы египетского государства, ключей к изменениям в исламском государстве. Она знала всех военачальников, она знала всё. Она была очень амбициозной, особой, действительно очень умной и мудрой женщиной. Только, к большому сожалению, она сама всё это прекрасно понимала. Она знала себе цену и даже была несколько самовлюблённой, что в итоге приведёт её ко многим неприятностям, как мы это увидим. Однако в этих сложных обстоятельствах Шаджар Ад-Дур взялась за руководство страной. Первое, что она сделала, добилась того, чтобы смерть Аль-Малика Ассалиха Наджбуддина Аля-Юби осталась в строжайшем секрете. Людей она заверила в том, что он всё ещё сильно болен и она продолжает за ним ухаживать, и что как только он исцелится, по воле Аллаха, он сам примется за дела. Так она смогла сохранить это в тайне. Затем она собрала главных военачальников египетской армии. Конечно же, все они были мамлюками. Во главе египетской армии стоял выдающийся военный предводитель Фарисуддин Актай Ассалихи. Его имя Фарисуддин Актай, и по ним его прозвище Ассалихи являлся Аль-Малик Ассалих Наджбуддин Аля-Юби. Он был из числа мамлюков-бахритов или по-другому мамлюков-ассалихитов. А сразу за Фарисуддином Актайем стоял Рукнуддин Бейбарс, его прямой заместитель. Она вызвала их обоих, чтобы обсудить с ними план построения фронта и тактики ведения боя в Эль-Мансуре. В это же время она отправила очень важное письмо Тураншаху. Это не тот Тураншах, о котором мы говорили в истории об Алеппе. Этот Тураншах был сыном Наджбуддина Аля-Юби, который правил городом Хасанкейв, крепость Кифа. Этот город находился в Турции. Она отправила ему письмо, в котором просила его срочно приехать, сообщала, что его отец умер, и что он его наследный принц, теперь его преемник и главный кандидат на правление Египтом. Тураншах был ещё довольно молодым человеком. Она отправила ему это срочное письмо. Ведь его ещё должны были доставить в Турцию, затем на дорогу обратно уйдёт ещё немало времени. Но тем не менее, письмо было тотчас же отправлено своему адресату в Турцию. Одновременно с этим она начала заниматься административными задачами страны с Вахруддином Юсуфом, главным визиром Наджмуддина Аля-Юби. Она руководила государственными делами одного из великих королевств того времени, египетского султаната, величайшие силы всего региона того периода. Конечно же, крестоносцы в это время ещё не вошли в Багдад, как мы уже говорили. В результате этой подготовки, устроенной Шаджар-ад-Дур, в результате основательной подготовки мамлюков, а также в результате очень грамотного командования Парисуддина Актая и Рухнуддина Бейбарса, мусульмане схлестнулись силами крестоносцев в страшном сражении при Аль-Мансури 4-го числа месяца Зуль-Ка'ида 647-го года по хиджре. Это сражение было одним из самых яростных в истории мусульман. В то же время это одно из величайших и легендарных сражений. Один из тех памятных дней, в котором мусульмане вписали в историю пример своего величия и доблести. Мусульмане одержали поистине триумфальную победу над крестоносцами в битве при Аль-Мансури. Людовик Деватый со своим войском обратился в бегство на север, пока, отступая по руслу Нила, снова не вернулся в Думьят. После этой крупной победы мусульмане заполучили большое количество трофеев. Но Шаджар-ад-Дур не ограничилась на этом. Она повелела мамлюкским военачальникам продолжать движение и преследовать сбежавших воинов армии крестоносцев. В сражение при Аль-Мансури в плен попало лишь некоторое количество солдат. Большинство из них сбежало. Приблизительно в это время уже прибыл Туран-Шах, предположительно с 17-го Зулька-Айды 647-го года по хиджри. Примерно спустя два месяца со дня смерти своего отца. Его отец умер 15-го Шабана 647-го года, а он приехал с 17-го Зулька-Айды 647-го года. После прибытия Туран-Шаха Шаджар-ад-Дур передала ему бразды правления после разгромной победы, одержанной в Аль-Мансури. Эта победа произошла примерно за 13 дней до прихода Туран-Шаха, 4-го Зулька-Айды, а он прибыл 17-го Зулька-Айды. Туран-Шах приступил к делам. Он привёл с собой своих доверенных лиц, помощников и друзей из Хасан-Кейфа, из Турции. И несмотря на то, что Шаджар-ад-Дур послала за ним в Хасан-Кейф, уступила ему правление, создала для него все условия, одержала вместе с мамлюками победу в сражении при Аль-Мансури. Он не оценил ничего из этого. И стал помышлять о том, чтобы смести их всех со своего пути. Он считал, что они скрывают большую часть отцовского имущества и хотят присвоить себе власть. Он обвинил их во множестве грехов и боялся их силы и власти, к которой они пришли в Египте. И поэтому он пытался противостоять им, или по крайней мере так показалось Шаджар-ад-Дур, Фарисуддину Актаю и Рухнуддину Бейбарсу. Шаджар-ад-Дур призвала Фарисуддина Актая и Рухнуддина Бейбарса и сказала им, что положение вызывает страх и беспокойство, и что есть большая вероятность того, что он всех нас сместит, или даже убьет, подозревая их в заговоре против него ради присвоения власти. Я не могу найти толкового объяснения тому, почему Туран-Шах относился так к чурствах Шаджар-ад-Дур и к лидерам мамлюков ас-салихитов, ведь именно они его сюда привели и сохранили для него его трон. Однако таковым было положение. И Туран-Шах действительно был лекомысленным, несерьёзным человеком, несведущим в политике и в управлении государством. В общем, страх Шаджар-ад-Дур, Фарисуддина Актая и Рухнуддина Бейбарса подтолкнул их к поступку, который я считаю большой ошибкой и преступлением. Что это был за поступок? Решение убить Туран-Шаха. К большому сожалению, в период мамлюков было широко распространено убийство по подозрению. Что означало убийство по подозрению? Когда человека подозревали в намерении на убийство и, предвосхищая это, убивали его самого. Конечно же, этому нет никакого шариатского обоснования. Для того, чтобы казнить человека в исламском государстве, его вина должна быть доказана уликами и свидетельствами. Затем его делом занимается шариатский суд, который выносит решение. И только после этого происходит казнь, установленным в шариате методом. И методы эти известны в исламском шариате. Но случилось так, что Туран-Шах, как мы сказали, был в конфронтации с Шаджар-ад-Дур, Парисуддином Актая и Рухнуддином Бейбарсом, и они все сговорились убить его. И действительно, произошло убийство Туран-Шаха. Кстати, Туран-Шах был у власти всего около 70 дней. Его убили в месяце Мухаррам 648 года по хиджри. Его убийство произошло после крупной победы, которую они одержали над крестоносцами в битве при Фарискури. Сражение при Фарискури произошло близ Думьяте. В нем эмира Мамлюка, возглавляемые в этой битве Туран-Шахом, одержали безоговорочную победу над войсками крестоносцев. Мусульмане в этом сражении смогли не только победить крестоносцев, но и взять в плен короля Франции Людовика IX и всех остальных воинов-крестоносцев. Все это, конечно, еще до заговора об убийстве Туран-Шаха. Итогом победы мусульман стало пленение Людовика IX и заточение его под арест в доме Фахруддина Ибрахима ибн-Лукмана в Эль-Мансуре. Мусульмане потребовали от крестоносцев во Франции заплатить огромную сумму для того, чтобы освободить Людовика IX. Сумма составляла 800 тысяч золотых динаров. С условием заплатить 400 тысяч золотых динаров авансом, а остальные 400 тысяч после обмена. А также при условии сохранения в плену всех крестоносцев. Блестящая победа, однако, к большому сожалению, эта победа была омрачена убийством Туран-Шаха и началом больших волнений в Египте. Как вы думаете, каким было положение после большой политической пустоты, создавшейся в Египте после убийства Туран-Шаха, последнего султана Египта из династии Айубидов и что предприняла Шаджар-ад-Дур? Это мы узнаем по воле Аллаха из следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезным и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен, и только ему все принадлежит. Ассаляму алейкум и рахматуллахи в баракату.